сейчас мы с вами на этом уроке научимся вязать рачий шаг вот так вот будет выглядеть для чего он нужен он нужен для обработки края изделия эти как будто аккуратный такой проект для того чтобы обвязывать элементы ирландского кружева для объемности сама сами самих элементов вот сейчас мы с вами научимся это делать я не буду начинать сначала значит для начала вяжем как всегда цепочку из воздушных петель потом проходим можно столбики сделать без накида вот вот таким образом провязали делаем воздушную петлю изделия не разворачиваем вводим следующую петлю вот таким образом почему рачий потому что а вязание происходит не как мы обычно вяжем справа налево а слева направо так протягиваем вводим крючочек петлю предыдущего ряда захватываем рабочую нить на крючочке две петли опять рабочую нить и протягиваем через две петелечки образующиеся на крючке девочки у кого будут возникать вопросы во время курсов пожалуйста задавайте потому что мы будем усложнять усложнять и усложнять чтобы мы не возвращались к теме которые мы уже прошли и вот так но у меня нитка двоится как у плохого танцора вот закончили а теперь еще вам хочу показать как можно еще делать рачий шаг то есть принцип такой же но как красиво получается край я даже не считала может быть где-то это есть это я вот как бы от себя берем две воздушные петли вводим не в эту петельку да вот но как бы через петельку сейчас я вот начну и вам покажусь не хочет что-то у меня сегодня вязаться ничего вот делаем воздушную петлю и через одно воздушная петля и через одно так же можно через две но это нужно смотреть какое зависит от толщины нити то есть экспериментируйте как вязать вы научились и теперь экспериментируем вот он получается более такой вот воздушный не сильно стянут я же говорю это нужно смотреть уже из какой нитки вяжется полотно что будет покрасивее и сейчас мы с вами сравним и сейчас мы с вами сравним можно я не до конца вот ника потолще здесь так вот это ниточка салатовая она потоньше и вот как смотрится ведь различия вот так вот так вот